Это хороший фон осветления, он пятнистый, просто как гиена Значит я их буду отстригать Эти корни, то они просто к чертям собачьим отвалятся Просто отвратительно Всем привет девочки-мальчики, меня зовут Жанна, я парикмахер И сегодня мы с вами будем обсуждать Одни из самых трешовых, но популярных на русскоязычном ютубе туториала По выходу из темного И сегодня мы с вами будем смотреть и комментировать видео Из черного в блонд, который вышел на канале Валентина Миллера Ее канал называется Расческа ТВ Тут 223 тысячи подписчиков То есть это один из самых популярных парикмахеров Который есть на ютубе И когда я впервые посмотрела эти ролики У меня, честно говоря, просто волосы на голове зашевелили Девочки, на протяжении 30 минут будете вместе со мной ловить парикмахерский инфаркт От того, что происходит в этих роликах Не вижу смысла затягивать и томить вас в ожидании Давайте приступать Мне нужно продиагностировать непосредственно саму длину волоса Я вижу здесь многолетний черный цвет Просевший черный цвет на концах и пористые концы Длина черная с коричневым отливом Это означает, что окрашивался человек месяца два где-то назад Плюс отросшие корни шестого уровня глубины тона Я пожелаю нам удачи и продолжаем Первое, что мы сделаем, это снимем косметический пигмент айфосором с горячей водой Разрыхлим кутикулярный слой и частично уберем искусственный пигмент Частично, начиная с самых кончиков Девочки, это только начало В общем, что такое эсфасор Это щелочная смывка от бренда L'Oreal Крайне ужасная Я пробовала ее в работе Благо, единственный раз, когда я пробовала на работе Это было на семинаре Я увидела, в какое говно превратились кончики клиентки И на этом я закрыла свой вопрос с этой смывкой Для выхода из темного цвета есть два типа смывок Есть кислотная Это стандартная, типа Color Off Смывка, которая действительно безопасна Которая правильно делать И есть вот какие-то щелочные смывки Какое реальное практическое применение Ей можно найти в салоне Я не знаю Но разве что к вам пришла любовница вашего мужа Вы хотите, чтобы она осталась лысой И муж ее бросил Тогда можете применять эту смывку Во всех остальных случаях Это крайне бесполезный, глупый продукт Который очень сильно портит волосы Я так понимаю, что по хэштегам Которые здесь стоят в этом видео Спасибо компании L'Oreal Professional за поддержку То это видео спонсировано компанией L'Oreal И сама Валентина Миллер Тоже в фартушке от L'Oreal То есть мы понимаем, что это спонсированное видео Это спонсированный контент И такого контента очень много у нее на канале К ней обращаются другие компании Для того, чтобы продемонстрировать Какие-то свои продукты Это абсолютно нормально Но и так суть кислотного смывки За счет кислого состава Она максимально дробит пигмент волосы И он потом выходит Щелочная смывка, она очень сильно рыхлит волос И щелочная смывка, она практически идентична с порошком Если у вас стоит вариант что-то одно использовать То я бы, конечно, использовала бы, конечно же, сначала кислотную Потому что по классике жанра Как должен происходить выход из темного Сначала мы кислотной смывкой Действительно снимаем косметический пигмент А дальше уже то, что если необходимо осветлить Да, мы уже осветляем это порошком Самых кончиков, пока продукт горячий Я начинаю наносить В самых пористых участках Сейчас напоминаю, что мы снимаем Только лишь разрыхляем кутикулярный слой И снимаем часть косметического пигмента Пена, она, пока вы эмульгируете ее Она становится такой грязной Цвета земли Это выходит косметический пигмент наружу Что вообще из фасора Это одно из самых просто опасных средств Которые есть в парикмахерском искусстве для волос Это настолько бесполезная вещь Мало того, что щелочь с горячей водой Это практически всегда убийство волосам Ну ладно, допустим, у девушки предположим Что волосы крепкие, ей нипочем Нормально и адекватно Красивый, ровный фон осветления После такой смывки Вы, естественно, не получите Ее в любом случае придется дорабатывать порошком По факту, то, что говорит Валентина в этом видео Это таки есть Оно немножко снимет косметический пигмент Но снимется оно, естественно, пятнами Потому что где-то участки более темные Где-то они более светлые И мы делаем кислотную смывку Можем эту вещь контролировать Здесь же, но это все равно, что вы взяли Голову в тазик с порошком Окунули и все Щелочная смывка по действию Это равно, все равно, что порошок с водой И буду наносить эфосор Начиная также с кончиков Подсушенные полотенцем волосы Я, конечно, осознаю и отдаю себе отчет, что я сейчас нарушаю технологию Но я полностью ответственность беру на себя Мы договорились с моделью, что если вдруг у нас концы будут нехорошо осветляться, как это чаще всего и бывает То она согласна, в случае чего, на стрижку Потому что от кончиков ожидать можно чего угодно Конечно же, ты всегда за стрижку Потому что сейчас то, что она делает Она на влажные волосы осветляет порошком На протяжении всего видео беленькими буковками Здесь написано, что работа идет на результат Что это значит? Это значит, что на качество волос девочки-мальчики Внимания мы не обращаем Потому что для меня это звучит Останется клиент лыксом или не останется Я абсолютно не знаю Главное нам продемонстрировать продукт Потому что то, как работает продукт, мне кажется, не совсем интересно будет Если у клиента останутся очень плохие волосы Длиние порошком на мокрые волосы Это крайне опасно Во-первых, порошок у нас относится, как я уже говорила ранее К щелочным составам И, соответственно, щелочь с водой Она не просто рыхлит волосы Она уничтожает То, что делает Валентина Миллер Это своеобразная вариация американского шампуня Как только не называют У него просто миллион названий Но это метод из, наверное, 70-х или 80-х годов Когда количество продукта было ограничено Когда не было большого выбора кислотных смывок И парикмахеры выходили таким образом Но на дворе 2020 год И есть огромное количество нормальных, адекватных, классных способов выхода из темного Для того, чтобы предотвратить всякие негативные комментарии Сейчас показываю все реальные работы по выходу из темного Поэтому девочки, Киев, Киевская область Приезжайте ко мне, пожалуйста, на выход из темного Мы сделаем хороший и классный цвет волос Классный выход из темного И вы обязательно останетесь с волосами И вот такого тыша я, естественно, в своей работе не допускаю Которым работает сейчас, в данный момент, Валентина Они очень сильно будут Мало того, что пористые Со временем они будут очень ломкими И ломаться Потому что здесь просто за уже Три минуты этого мастер-класса Просто ударная доза щелочек Которая выдержит не каждый волос Как пойдут дела Если я пойму, что кончики трудно поддаются обесцвечиванию Значит, я их буду отстегать Что модель адекватно отдает себе отчет Что, в принципе, это потеря качества волос Начинается уже обработка клиентов Знаете, очень многие парикмахеры Когда уже клиент в мойке сидят Понимают, что, короче, дело пахнет керосином Они уже начинают клиента как-то готовить морально Вот, качество волос ваше постыдает и так далее Еще, да, был тот период, когда я выходила, выводила девочек из темного С помощью порошка, с помощью смывки Мне даже в голову просто не приходило делать это на влажные волосы Почему очень многие парикмахеры любят осветлять на влажные волосы? Во-первых, это очень экономно по расходу порошку Потому что за счет влаги, да, порошок все это перемешивается И очень классно, очень здорово Очень экономно выходит, чем наносить на сухие волосы Во-вторых, это быстро Вы ложите клиента, вот, посмотрите, да Она буквально за несколько минут, она наносит всю голову Это быстро, не нужно ничего разделять, не нужно ничего делать Намотал пленку на мойку, положил клиента Быстренько ему нанес и пошел себе, да, отдыхать Это отставшие методы И если вам парикмахер предлагает в салоне красоты Выйти из темного и начинает ваши мокрые волосы елозить порошком Вы просто вставайте, смывайте это все и уходите Потому что, девочки, вы через несколько месяцев останетесь в лучшем случае С какой-то пожеванной паклей С каким-то ужасным перекатиполем, который вот так вот будет стоять на ваших концах А в худшем это все просто к чертям собачьим отломается Собственно говоря, да, косметический пигмент на этом этапе мы сняли И мы сейчас приступаем непосредственно к работе с обесцвечивающим продуктом Что там они сняли, какой косметический пигмент, я вообще не знаю Но как были угольно-черные концы, так и остались СФСОР, который рекламирует, да, который продвигает в этом видео Валентина Миллер Он же просто не сработал Он не сработал Возможно, волосы были окрашены бытовой краской Но это лишний этап, который, во-первых, разрыхлил волосы Есть определенное количество допустимых осветлений на каждом типе волоса Какой-то волос выдержит два осветления А какому-то и от пяти ничего не будет Но вы понимаете, каждый вот этот вот щелочной этап Он у вас убирает одну из возможностей стать светлее Использование СФСОРа в данном случае, да, этой щелочной смывки Не то чтобы не имеет никакого смысла Оно не дало никакого результата, кроме небольших рыжих пятен Опять же, там, где у него были натуральные волосы Как волос, да, застаревшие черные Ну, очень мало взялся А фоносветление мне нравится посередине Поэтому мы обрежем, да, вот смотрим самый темный фоносветление Мы, нам придется подстричь нашу модель Ну, как минимум под каре Я срезаю старый черный цвет Посмотрите Да, он взялся немножко Срезаю Вот это, конечно, выход Вот это выход из темного Короче, ничего не получилось СФСОР не сработал Стряжемся под каре Вы знаете, потом на следующем этапе что-то еще не получится Ой, вы знаете Нужно стричься под ежик, моя дорогая Вон как раз таки у корня все хорошо осветилось Все Несите машинку, будем сейчас стричь Девочки, обратите внимание на то, какой длины волосы сейчас Вы увидите, что будет в конце За один раз нужно клиенту максимально объяснить, что за один раз не будет Вы не поверите, мне тоже большое колесо девочек пишут Что они хотят за один раз у черного стать блондинкой Либо пепельной русой Но я им популярно объясняю, что за один раз это не будет Что это процесс, это несколько этапов-то потребует И если они все-таки начинают наставить на том, что им надо за один раз И сегодня они планируют уже пойти на ужин со своим мужем в образе пепельной блондинки То я просто отказываю таким клиентам, если они реально адекватно не желают смотреть на вещи Но стрижка концов только потому, что ты не можешь их вывести Это очень сомнительное решение Все, работаем быстро Потому что блонд медлительных мастеров и жадных клиентов не любит А еще блонд не любит щелочные смывки На ком проценте здесь осветляют, нам не показано Вот при такой густоте нанесение должно занимать не больше 15 минут Мы наносим осветляющий состав на прикорневой зоне Смотрите, какой у нас очень хороший фон осветления Боже мой, а что случилось с клиенткой? Вы посмотрите Здесь огромное желтущее пятно И это пятно, я так понимаю, оно только сверху Дальше у нас ярко-оранжевая длина Такая скорее очень медная Где-то на шестом, на седьмом фоне осветления И посмотрите, девочки, какие волосы были в начале и какие волосы сейчас Вот это то, что вы видите, это результат двух щелочных смывок Вот у меня была один в один ситуация после семинара У нас модель была с вот такими вот распушенными, ужасными волосами С этими волосами, честно, уже ничего потом нельзя сделать Я прям вижу, как сквозь экран они хрустят и говорят мне Увлажни меня, увлажни меня После подобных выходов из темного, да, клиентки просто назад закрашивают темный Просто для того, чтобы волосы хоть маломайски и адекватно выглядели Смотрите, какой у нас очень хороший фон осветления получился Это после первого этапа обесцвечивания Это хороший фон осветления Он пятнистый, просто как гиена И рыжий, как жираф И очевидно же, что концы уже в состоянии перекати поля, да Когда это просто сухостой, который вот так вот стоит И просто даже если ураган будет дуть, все равно этот сухостой будет стоять Ну, понятное дело, да, что сейчас она хочет осветлить корни Но мне кажется, что она очень широко, очень так обширно машет кистью, да И поэтому вот эта светлая зона, она может стать еще светлее Пудра, вот эта осветляющая, которой я работаю Она осветляет на 8 уровней глубины тона Ни в коем случае не берите на 9 уровней глубины тона Я все же не понимаю, во-первых, почему они взяли для выхода из темного именно пудру L'Oreal Потому что, ну, она в принципе неплохая, мне нравится пудра L'Oreal Но для таких работ намного мягче работает паста L'Oreal Platinum Я ей достаточно часто осветляю своих клиентов блондинок И для таких видов конкретно работ она намного лучше, намного мягче Потому что там очень много масел Как это просто в здравом уме можно назвать, что это хороший фон осветления, девочки Это вот, ну, как бы забокопоренный фон осветления Вот я на своих курсах колористика блонда Секрет эмилирования волос, колористика без границ Да, вот это вот реально, девочки, колористика без границ Потому что все парикмахерские границы просто стерлись Супер сухие, дважды блондированные концы Сейчас буду заматывать еще в фольгу Девочки, я просто удивляюсь, как это вообще возможно Говорю, как парикмахер, как девушка с длинными волосами Нельзя этого делать, когда волосы уже в таком состоянии Фольга, которая перекрывает доступ к кислороду Соответственно, состав осветляющий, вот, да, между фольгой Он будет работать не просто интенсивно Он будет, за счет отсутствия доступа воздуха к кислороду Он будет просто частично даже, да, нагреваться И осветление будет проходить мега интенсивно Она на вот это светлющее пятно, которое было Она нанесла осветляющий состав То есть, за то время, пока она работает с длиной Этот осветляющий состав, это белое пятно Сделать еще белее Посмотрите, то есть, она не только на маленький крышок нанесла Она вот так вот, сантиметров на 10 от головы нанесла И, конечно же, конечно же, мы сейчас будем осветлять концы Под фольгу Девочки, это была какая-нибудь эконом-парикмахерская, да Где мастера, скажем так, работают с очень ограниченным бюджетом клиента И пытаются что-то это сделать Как может? Окей, никаких вопросов Но здесь показаны достаточно недешевые продукты Вы работаете на результат, а не на сохранение качества волос Об этом сразу же нужно предупредить вашу клиентку И даже дать подписать листочек Об этом вы предупреждали вашего клиента Что вы работаете на результат, который хочет клиент А не на сохранение качества волос В общем, девочки, если бы я клиенткам сказала, что Дорогая моя, мы сегодня работаем на результат, который ты хочешь Не на сохранение качества волос Можно потом просто, знаете, взять машинку Под нолик со встречи, ставить такую маленькую прядочку И ее как раз-таки покращать блонд Что это вообще такое? Задача мастера прежде всего Прежде всего сделать максимальный результат При максимальном сохранении качества волос Именно поэтому я никогда не обещаю клиентам Из черного блонд за один раз Именно поэтому я там не делаю какие-нибудь трэш-исветления Которые хотят клиенты на ушатанный просто в хлам блонд Пропагандировать то, что мы работаем на результат И пофиг на качество волос от парикмахера Но для меня это как минимум очень странно Я напоминаю, что после последнего этапа Мы вымыли просто волосы водой и шампунем глубокой очистки Не было кондиционирования волос Абсолютно не было Девочки, она еще раз осветляет Но только уже на влажные волосы Вы представляете? Это уже какое? Четвертое осветление подряд После фольги на влажные волосы Еще раз осветляю Ну честно, у меня не то чтобы парикмахерский инфаркт Меня аж просто в жарке Да, это того, что я вижу Этого нельзя делать Никак Ни в коем случае Даже приписка о том, что это работает Результат здесь тоже не поможет Это не просто нарушение всех технологий Вы знаете, это все равно, что взять Я не знаю, человека, который абсолютно далек от колористики Я не знаю, показать ему полтора видеоурока И сказать, ну вот тут препараты стоят На, держи, делай что хочешь И вот человек далекий от колористики, от парикмахерского искусства Сделал бы то же самое И, наверное, это было бы ок Но когда-то делают парикмахеры Тем более достаточно опытные парикмахеры Мне нравится Валентина Миллер Как я у нее училась делать мелирование И ее видеоролики по домелированию И различных техник мелирования Это лучшее, что есть на русскоязычном ютубе Но то, что я сейчас вижу Абсолютно небережное отношение к волосам Абсолютное нарушение технологий Не укладывается в картину мира Старый, скажем так, Валентина Миллера У которой я училась делать мелирование Волосы такого не выдержат ни одни Даже самые, наверное, жесткие Темные, толстые, как проволока Они тоже не выдержат И будут в итоге потом выглядеть просто отвратительно И особенно хочу обратить внимание Что корни уже просто белющие Вы знаете, если еще раз осветлить эти корни То они просто к чертям собачьим отвалятся Давайте посмотрим на то, какой результат у нас получился По итогу этого осветления В целом, если не учитывать то, что это был выход из темного Фон осветления достаточно адекват Но посмотрите, в каком состоянии Именно концы последних 15 см волос Они просто вообще уже мертвые Некоторые волосинки уже превратились в пружинку До 9 уровня глубины тона на корнях Осталось нам добить концы Раз мы работаем все-таки на результаты некачества На натяжение разрыв проходит Они даже не тянутся Вот это результат Вот это результат Я вижу, что Валентина Миллер Отчетно делает сейчас в этом видео Это чувствуется на протяжении всего видео Что то, что она делает Но это не ее метод работы Она так обычно никогда не работала Я не понимаю, что может быть здесь какая-то Крупная сумма за рекламную интеграцию А вот тогда я могу в целом Оправдать издевательства над моделью Но все остальное Это просто не то, что идет в разрез Парикмагарским искусством Да-да Любая потушница со второго курса Вам скажет, что фон осветления нормальный И то, что нужно сделать в данном случае Это запигментировать белющие концы Под длину Мы всегда ориентируемся на длину Потому что длина, да Она хуже всего оселяется Поэтому нужно сделать Перепигментацию Это заполнение волос Теплым пигментом Грубо говоря Для того, чтобы выровнять Для того, чтобы корни Сделать немножко темнее То есть сравнять их длине И сверху уже тонирование Можно будет сделать Прекрасный какой-то натуральный блонд На девятом уровне И спокойно отпустить девушку Но не тут-то было Потому что задача, очевидно Стояла сделать пепельный блонд И сейчас, чтобы вы понимали Будет происходить Создание пепельного блонда Осветляющую пасту плотиниум Прядь за прядью Все, буквально где-то седьмой Где-то восьмой уровень глубины тона Прям, ну, чуть-чуть Это последний рывок Я в шоке Она решилась еще раз Осветлять пасту плотиниум Во-первых, почему бы сразу не взяли плотиниум Потому что это самое мягкое То, что есть лореалика Мне пришел Фреддик мой Ну, пятое осветление подряд На бедной модели Модель уже побледнела Она уже понимает Что по ходу сегодня Она пойдет ознакомливаться С сценами на парики На Алиэкспрессе Потому что другого варианта Здесь я не вижу Очевидно, перед Валентиной Стоял какое-то, я не знаю Техническое задание Сделать пепельный блонд Понимаю, зачем применять Еще здесь осветление То есть еще раз Рыхлить кончики Еще раз их осветлять Но, девочки, это просто полнейший стрэш В итоге наносит эту пасту плотиниум Сама паста хорошая Я ее одобряю Даже самый дорогущий порошок Который есть там на рынке Украины Это либо Голдвелл Либо Пол Митчелл Если работать вот такими методами Вас не спасет Даже самое дорогое средство Наконец-то уже смыли это все И, честно говоря Сказать, что фон осветления Стал чище у клиента Я не могу сказать Потому что пигмент там уже Запекся до такой степени Что уже ему ничего не помогает Но, посмотрите Практически то же самое осталось То есть, да, я понимаю Что хотела Валентина Она хотела, чтобы концы Стали такими же светлющими Как и корни Но, очевидно, этого не произошло То есть, и первый, и последний этап Это было зря испорченные волосы клиента Потому что они никак не повлияли На конечный результат И я лично вот сейчас Потому что я вижу, да, по тем технологиям Которые при... И я лично считаю, что проблема была Как раз таки в этом эфосоре Который использовала вот в начале Он все и забокопорил И дальше у нас идет тонирование С помощью краски Диалай От Лориаль Я не буду сильно останавливаться на оттенках Судя по тому, что Валентина держит Это просто оттенки для холодного блонда И тонироваться они решили на влажные волосы И сделать небольшое притемнение корня Вы готовы это увидеть? У меня открылось второе дыхание Как только я увидела это ПАМА! Я была не готова к такому результату Это что вообще за неформал зашел в студию? Кто это? Это что, наша клиентка? И это уже было После двух этапов блондирующей смывки Оцените преображение Олеси в комментариях Ставьте класс, если вам понравилось Ставьте дизлайк, если вам не понравилось Олеся, если тебя держат в заложниках Ты нам подмигни в следующем видео Мы тебе пришлем помощь Потому что я не знаю, как на это добровольно можно согласиться Вам преображение нашей Олеси Ну, собственно говоря, да Черный стакан воды белым никогда не станет Вот это слова настоящего парикмахера Который только что тебя вывел из черного в блон Что вы в начале видео говорили Что мы сделаем из черного в блон за один раз Очень ободряющие слова Чтобы услышать их в конце того Как тебя приобретил парикмахер Вот эти вот концы Желтенькие Их только состригать Что же касается самого цвета на корнях, на длине Я довольна результатом Качество волос, что вам сказать Ну, работали на результат, а не на качество Ой, девочки, как у меня просто подгорает От этого Работали на результат, а не на качество Ну, то есть, что можно показать этим мастер-классом Что, как нарушить абсолютно все технологии Абсолютно все нормы Надо обратить внимание на то, что девушке Когда Валентина состригала волосы Да, она состригала, ну, под такое условное коре Сейчас же у девушки какой-то легенький каскадик И я понимаю, для чего это сделано Для чего ей подстригли каскад Для того, чтобы срезать вот эти вот Желтые концы Хотя изначально, да, даже окей После всех этих ужасных смывок и так далее На четвертом этапе нужно было остановиться Сделать препигментацию и сделать просто теплый Какой-то оттенок натурального блонда И все И клиентка была бы с длиной И сам мастер-класс бы получился Потому что очевидно же, что здесь На этих волосах не будет такого пепельного блонда Как на вот этой вот прикорневой зоне Поэтому ее так подстригли Подстригли, причем ужасно Сразу же с молодой девушкой Она стала выглядеть, ну, на хорошую Такую 45 плюс Качество волос оставляет желать лучшего, конечно Клиентка была осведомлена Мне нравится Олеся в цвете блонд Это стоило того Нет, дорогая моя, это того не стоило Это результат, который получился Это полная фигня И я вижу, что она это прекрасно осознает И она себе отдает в этом отчет Результат очень грязный Грязно это смотрится за счет Вот этой вот желтой окантовки Знаете, такое впечатление Будто бы это окантовка Какого-то чехла с Алиэкспресса Которого вы на айфон можете заказать Вот у меня какое-то такое впечатление Почему не затонировать было в теплый блонд Хотя он идеально бы получился И Валентина Миля прекрасно знает Что такое при пигментации Потому что она это часто показывает В своих мастер-классах У меня ответ только один Стояло вот такое задание Сделать пепельный блонд Любыми силами И, очевидно, просто модель Скажем так, с ее накоплением цвета Она просто не подошла под эту задачу Но лично мне После того, что я увидела Мне не захотелось Ни одним из этих продуктов воспользоваться Да, но если бы я, допустим Не работала с этим продуктом Да, и не знала Каждая из этих продуктов Кроме Сусора Они все нормальные Просто все применение Вся технология Она пошла просто здесь в Кривкость И это просто вот то, что происходило Происходило на протяжении всего видео Это полнейшее нарушение технологии Это абсолютно не сделано По современным стандартам Это технологии 80-х годов И осветление на влажные волосы Это прямой путь к убийству ваших волос Напишите, пожалуйста Что вы думаете Как вы думаете Какой был гонорар У Валентины Миллер За это видео И почему она согласилась На съемку этого видео И я вижу, что она расстроена Я вижу, что ей не нравится Тот результат, который у нее получился Но, в общем В чем была проблема Почему нельзя было сделать Теплый блонд На предпоследнем этапе Чтобы все получилось Самый популярный туториал По выходу из черного в блонд Потому что он собрал 511 тысяч просмотров И комментарии под этим видео Они активно модерируются Вот И я неоднократно Когда это видео только вышло Заходила на канал И видела, что Негативные комментарии Они просто сносились Модераторами Валентины Поэтому такая Очень-очень неоднозначная ситуация Но лично я считаю Что все, что показано в видео Девочки Если вы парикмахер Или обстреляетесь дома Вам нужно просто Знаете, как в кино После прочтения сжечь Ну вот это что-то типа такого Все, просто взять И стереть из вашей памяти Всем спасибо за просмотр И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok